Дела у президента Зеленского не очень. Конституционный суд Украины остановил антикоррупционную реформу, которую Зеленский пообещал народу. В ответ президент пригласил отправить всех судей в отставку, а они обвинили его в попытке государственного переворота. Да еще и родная партия подвела, а слуги народа проиграли региональные выборы. Они прошли по рекордно низкой для стране явке. Не помог даже всеукраинский опрос, где гражданам задавали актуальные, по мнению президента Зеленского, вопросы. Например, поддерживаете ли вы легализацию в стране медицинского каннабиса? Проще говоря, марихуаны. Все подробности у Анны Деркач. Привет. Так, так, я обратаюсь именно к тебе. Привет. Да-да, я обращаюсь именно к тебе. Помнишь, как мы вместе писали мою предвыборную программу, чтобы воплощать то, что действительно нужно именно тебе? 25 октября на избирательном участке я задам тебе пять важных вопросов. Едва ли не впервые в истории независимой Украины слуга народа решил узнать мнение народа про сокращение количества депутатов Рады, пожизненные сроки за коррупцию и легализацию медицинской марихуаны. Опрос решили провести в день выборов в местное самоуправление. Для людей, которым он нужен чисто в медицинских целях, наверное, да. А так, для широкого загалу. Не знаю, не уверен. Я думаю, что в нашей стране это нереально. Почему? Потому что на глаз невозможно определить. Конечно. Прямо. И чтоб на каждом городе макрис и канабис. В Украине тема вот этой марихуаны, точнее канабис, она популярна в какой-то части населения. Ну, прежде всего, такие хайповые молодежи. Так как молодежь на выборы плохо ходит, ну вот в окружении Зеленского придумали такой трюк. Молодежь придет на выборы, чтобы, ну как бы, проголосовать, ну и заодно ответить на вопрос. Опрос прошел и сам Зеленский. Ответы журналистам не комментировал. Впрочем, его отношение к самому наболевшему вопросу давно известно. Медицинская марихуана, я считаю, что это нормально. В капельках она продается. Вы залеговались? Залеговались, капелек, да, марихуаны, да. Чем же медицинская марихуана отличается от наркотической? Конопля или по-научному канабис содержит полторы сотни биоактивных веществ. И только два из них напрочь рассорили медиков, правоохранителей и общественность. Первый компонент – канабидиол. Мощный анестетик. Он не дает расти опухолям, улучшает аппетиту больных спидом, помогает от тошноты после химиотерапии и от мышечных спазмов при рассеянном склерозе. Канабидиолом лечат и депрессии. Например, послевоенных действий. Владимир Зеленский обещал снабдить лечебной марихуаной все военные аптечки, чтобы усталые от ужаса фронта бойцы АТО могли покурить и все забыть. Мы помним прекрасно, как воины света, АТОшники и ВСУшники рассказывали, когда они принимают, они бесстрашно идут в бой. Синдром войны, как говорится, снимают. С наркотиками на войне экспериментировали и раньше. Солдаты вермахта принимали первитин – секрет успеха европейского блицкрига. Бойцы американской армии во Вьетнаме сидели на героине и курили марихуану. Сегодня ее частично или полностью разрешили в четырех десятках стран – США, Канаде, Нидерландах, Австралии и Грузии. Остальным снять запрет мешает второй компонент конопли – тетрагидроканабинол. Это основное психоактивное вещество, которое вызывает эйфорию, одурманивание, изменение психического состояния. Если в обычной марихуане содержание от 5 до 35% тетрагидроканабинола, то в медицинской это максимум 1%, не более. Что взойдет на грядке, лекарство или травка, зависит от сорта, условий выращивания и времени сбора урожая. В общем, умельцам не составит труда превратить невинное лечебное растение в наркотик. Житель Николаевской области развел конопляную плантацию на своем приусадебном участке. Наркотические посевы оснастил системой орошения и видеонаблюдения. 52. 52 куста? Да. Кто саджал? Я садил. Для чего вы саджали в русло на конопле? Покурить, угостить. Юные мичуринцы собрали прекрасный урожай овощей. Дине спектр удалось получить такую высокую коноплю, что даже верхушки не достали. Выращивать коноплю в таких масштабах украинцы привыкли еще с советских времен. В СССР из нее делали одежду, косметику, стройматериалы. Советский Союз был мировым лидером по урожаю этого растения. В совхозе красной коноплевод уродилась конопля небывалого роста. Для страны конопля была одной из главных сельскохозяйственных культур. Не зря ее вместе с подсолнухами и пшеницей поместили в основании фонтана «Дружба народов» на ВДНХ. Фонтан возвели в 1954-м, а в 1961-м Советский Союз подписал антинаркотическую конвенцию ООН. Конопли объявили тотальную войну. К тому моменту в СССР уже процветал подпольный наркобизнес. Особенно в южных регионах, на Кавказе и Украине, где росли те самые правильные сорта. Я знаю, что очень много людей хотят заниматься этим бизнесом на Украине. Но мы можем рассматривать это после того, что мы действительно говорим о медицинской марихуане. Я не хочу, чтобы нам завтра сказали, что мы позволили всем заниматься наркотиками. Те, кто хотят, потерпят. Терпеть украинцы не хотят. Новые плантации оперативники находят с завидной регулярностью. И все аграрии клянутся, что растят коноплю исключительно в лечебных целях. Есть прецеденты, когда суд выигрывали люди, которые выращивали у себя в теплицах каннабис. Говорят, что это действительно в лечебных целях, для облегчения болезни. Человек, может быть, это и делал. Но сколько таких появится, кто под видом каких-то лекарств будет выращивать не только для себя или своих больных родственников, но и для тех, кто хочет где-то похихикать в подъезде над шутками вечернего квартала. Украинский легалайз эксперты называют преступлением. В стране и без того с наркотиками беда. По оценкам МВД, под кайфом живут 2 миллиона украинцев. Это 5% населения. И станет еще больше. Во всех странах легализованного каннабиса растет количество наркозависимых. Каннабис на самом деле является трамплином или, как некоторые говорят, шлюзами, которые открываются для более тяжелых наркотиков. Когда мы опрашиваем наркозависимых, назовите 10 причин, почему ты начал употреблять более тяжелые наркотики. Одна из причин – это как раз марихуана. Легальный марихуана – не проблема одной страны. Тему подняли в Киеве, а напряглась вся Европа. За Украину еще с 90-х закрепилась слава главного европейского наркотического хаба. С Украины шло большое количество наркотических составляющих всяких препаратов. Но в первую очередь это синтетические были препараты. То есть такие, как спайсы, такие, как экстанси. То есть таблетки и порошки, которые изготовлялись лабораторным путем, то есть нерастительного производства. За легализ высказали 65% проголосовавших. Опрос юридической силы не имеет, но вполне может стать основой для принятия закона. Открыли же на Украине первые канабис-кафе. Львовские конопли, конечно, не читают амстердамским кофешопам. Коноплей там только пахнет. Но сама идея горожанам очень приглянулась. Ну, это Украина, это самостоятельность. Хотят в Европу. Но для этого надо хотя бы изучить опыт Европы. Ведь только в Нидерландах, в Голландии можно покурить. Но там, правда, покурить не так просто. Все, как нам кажется. Опрос о легализе не помог Зеленскому не повысить явку, не укрепить позиции. Слуги народа на выборах потерпели поражение. Ни в одном крупном городе у президента не будет ни своего мэра, ни большинства в местном парламенте. На местных выборах больше голосовали за очень старых мэров. Ну, чтобы правильно понять, у нас сейчас переизбрали мэры, которые больше 20 лет. Как? Да? Вот такие мэры, которые постоянно переизбирают. Те, кого Зеленский предлагал избрать на места, не избрали. Эти выборы, по мнению аналитиков, задали старый политический тренд. Запад поддержал партию Петра Порошенко и Европейская солидарность. Восток – оппозиционную платформу за жизнь. Страна вновь вернулась к противостоянию двух полярных сил. Одни, как и прежде, выступают за интеграцию с Европой, другие смотрят в сторону России. Анна Зеркач, Мария Солопова, Инна Епинина. Программы «Вместе». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова